Привет, друзья! Меня зовут Тото, и вы на детском христианском канале Радуга! Сегодня в нашем втором выпуске вы узнаете об очень необычном человеке. Но сначала отгадайте загадку, кто добровольно шел на крест и сам свой крест понес, кто был распят, затем воскрес, конечно же! Да, вы верно отгадали! Это Иисус Христос! Если вы еще ни разу не слышали о Иисусе Христе, то обязательно досмотрите этот выпуск до конца. И вы узнаете, кто такой Иисус Христос, как Он жил, что делал и зачем Он пришел на землю. А сейчас я приглашаю вас петь со мной веселую песенку! Я хочу прославить Господа Христа, за Его любовь нам, за Его дела. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Он всегда со мною рядышком идет, крепкою рукою Он меня ведет. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Только с Иисусом счастлив я всегда. Взрослые и дети любят вас Христос, людям всем на свете счастье Он принес. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Только с Иисусом счастлив я всегда. Только с Иисусом счастлив я всегда. Сегодня, друзья, я приглашаю вас в музей. Я уверена, что многие из вас уже были в музее с мамой или папой. Или вы видели там много различных экспонатов, как на этой картинке. Но сегодня мы посетим необычный музей. Музей жизни Иисуса Христа. И вот первый экспонат. Это солома. Обычная солома, ничего не значащая. Но она очень важная была для младенца Иисуса. Иисус Христос был сыном Бога. Он царь всех царей. Но родился не в царских палатах. И не во дворце. Он родился в Хлеву, в Яслях, где находился домашний скот. Ну, там овечки, коровки, ослики. Сойдя с небес, он вел простую, обычную жизнь здесь, на земле. Второй экспонат. Это перо. Иисус был, как казалось бы, обычным человеком. Тридцать лет он крестился в воде. И дух святой зашел на него в виде голубя. В это время Иисус и начал свое служение. Третий экспонат. Это молоток. Многие видели в Иисусе обычного человека. Его отец был плотником. А значит, Иисус был сыном плотника. И он помогал своему отцу, конечно же, в работе. Но люди видели в нем не Бога, не Мессию, которого они так долго ждали, а обычного человека. Следующий экспонат. Это свеча. Были и те люди, кто принимал Иисуса. Ведь он исцелял больных, воскрешал из мертвых, творил чудеса и проповедовал везде. Он был светом и истиной, по которой так истасковались многие люди. Пятый экспонат. Это хлеб и чаша. Но целью Иисуса было на земле не просто создать какое-то учение, а показать путь спасения для всех людей. Спасение было в его крови и теле. Он знал это от начала, и что ожидает его очень мучительная смерть. Но он на все был согласен. Шестой экспонат. Это мешок с монетками. Как на этой картинке. Один из его учеников по имени Иуда Иискариот предал Иисуса. Он продал его за 30 серебряников. Следующий экспонат. Это гвозди. Иисуса распяли на кресте. И он умер. Умер за тех, кто поверил в него. И за тех, кто предал его. Он умер за всех нас. Через его мучительную смерть мы имеем оправдание и спасение от грехов. Ну и последний экспонат. Пустая картина. Вы думаете, что я вам сейчас еще что-нибудь покажу? Неа. Мне больше нечего вам показать. Потому что земная жизнь Иисуса Христа закончилась. Он воскрес. И сейчас находится на небесах вместе с Отцом. О жизни Иисуса Христа вы можете прочитать в Новом Завете. Это часть Библии. Но если вы еще не умеете читать, то можно попросить маму или папу, бабушку или дедушку, чтобы они прочитали вам историю из жизни Иисуса Христа. Ведь эта история самая важная и интересная. А сейчас я проведу викторину по теме жизни Иисуса Христа. Я буду задавать вам вопросы. И предложу вам 4 варианта ответов. Вам нужно выбрать только правильный ответ. Будет 5 вопросов. И за каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Ну что, готовы? Поехали! Итак, первый вопрос. Как звали родителей Иисуса? Варианты ответов. Анна и Симеон, Мария и Иосиф, Адам и Ева, Сара и Авраам. Конечно же, их звали Мария и Иосиф. Второй вопрос. Куда положила Мария младенца Иисуса? В коробку, в шкаф, в ясли, на кровать. Верный ответ в ясли. Третий вопрос. В виде кого сошел Дух Святой на Иисуса при водном крещении? Варианты ответов. В виде голубя, аиста, снега, дождя. Правильный ответ в виде голубя. Четвертый вопрос. Как звали предателя Иисуса? Варианты ответов. Петр, Иоанн, Фома, Иуда. Правильный ответ. Иуда, Искариот. Пятый вопрос. На какой день воскрес Иисус? Варианты ответов. Варианты ответов. Первый, второй, третий, в субботу. Правильный ответ. Третий день. Я уверена, что многие справились со всеми вопросами и получили пятерки. Вы молодцы! Музыка. ПУДИТРИГУЮЩИЯ Эрка, эрка, не говорит, не говорит, очень-очень любит всегда, Иисус, Иисус любит тебя. Без такой я в горы поднимусь, За руки с друзьями я возьмусь, Вместе нам прославим на Христа, Эрка будет вторить нам всегда. Эрка, эрка, не говорит, не говорит, очень-очень любит Христа, Иисус, Иисус любит тебя. Ну вот, и подошел к концу наш второй выпуск. Я постаралась много вам рассказать об Иисусе, И вы, конечно же, познакомились с Ним поближе. Иисус наш самый лучший друг. И хотя мы Его сейчас не можем видеть, но Он-то нас видит и слышит везде, где бы мы ни находились. Если вам будет трудно или грустно, вы можете обратиться к Ниму, и Он поможет вам. А я напоминаю вам, что я жду от вас фото с вашими рисунками. Радуги! Самый лучший рисунок мы сделаем нашей заставкой. А автора ждет приз. С вами была я, То-то. Всем пока-пока-пока! Эту песню мы споем, Он вас не оставит никогда. Ведь нету лучшего друга. Ведь нету лучшего друга. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok